я предлагаю разделить сегодняшнюю тему структурно на два больших блока где с одной стороны мы будем рассматривать ревность ребенка по отношению к кому-то другому какому-то взрослому то есть это тогда когда мне не хватает любви моего ребенка ко мне да и тогда мы говорим про ревность ребенка ко взрослому и другой другая сторона это когда я ревную какого-то взрослого к ребенку это тогда когда любовь этого взрослого достается не мне а моему ребенку и таким образом ребенок оказывается в теме ревность здесь двух сторон как тот кто получает то чего я бы хотела как тот кто получает любовь которую бы я хотела и как тот кто отдает любовь которую я бы хотела от него себе мы посмотрим и то и другое и начнем с ревности ребенка ко взрослому самого простого просто для обозначения вообще-то есть есть такое чувство ревности которая является ну как бы некой здоровой реакции на здоровый процесс на здоровое вторжение в границе моих взаимоотношений с близким человеком и в этом месте так же как когда мы обсуждали тему злости так же как когда мы обсуждали тему скуки или когда на цену то есть вот так же как мы на страхе также да когда мы разграничивали чувство которое не теневое на самом деле она является адекватно реакция на неадекватное явление как в реальность это не то чувство в котором нужно себя как-то лечить да это то чувство которое несет нам просто определенное послание о том что происходит я могу ориентироваться на это послание как на маяк говорящий ну или как бы как на сигнал говорящий мне о том что следует изменить в реальности и второй вариант это там где ревность ну грубо говоря я не ощущаю слово здорово и патологическое но для вот этого такого как бы грубого обозначения чем идет речь мы как бы друг другу здесь можно понять да что в здоровой ревности там где это чувство как сигналы со мной все в порядке и это не нужно лечить мы сейчас про это чуть-чуть разверну вот и второй вариант это там где меня надо лечить как бы это то место в котором я нуждаюсь в терапии да что там широкое слово в котором я нуждаюсь в проработке каких-то моментов себе какой-то более и ну то что за это работать этим чувством смотреть что за ним стоит как я могу себе помочь через что я себе могу помочь и вот про такую ревность в основном мы будем сегодня говорить но чтобы вы в принципе ощущали эту разницу в здоровую ревность мы тоже будем заходить как ну как в один из вариантов того что в этой жизни существует так вот первое это ревность как как инстинкт самое первое что как бы ну что приходит в голову что что легче всего объяснить это тот период времени когда я со своим ребенком нахожусь в диаде это момент как он катапультировался на землю то есть его рождение до трех лет вообще принципе диада с перинатального периода еще с беременностью идет но как бы относительно ревности наверно все таки можно уже про наружу ребенка говорить ну вот момента его рождения до примерно трех лет но особенно первый год когда это совсем-совсем малышок и когда я реагирую то что другие могут назвать неадекватно если его кто-то взял на руки без моего спроса если в гости приехала бабушка малыша и после я беру его на руки у него от макушки пахнет ею пахнет ее духами если он вот наверное это вот это ключевое но здесь еще можно развернуть дальше чем там первый годик можно привести пример например когда мои дети раньше возвращались от бабушки с дедушкой они были переодеты как бы в их одежду ну то есть одежду которую видимо там купили я не знаю как это было специально заведенная для них одежда они все были одеты не так как я их одевала вот и у них даже запах изо рта линялся и от них пахло не ими да не дневное и мне кажется что это такая ревность уровня днирушки знаете когда у новорожденной кошки в смысле у кошки которая недавно стала нет не так кошки которая недавно стала мама забрать котенка а потом подержать его на ручках погладить и потом вернуть первое что начнет делать это его облизывать и вот мне кажется что то что происходит с нами такие моменты это тоже желание облизать и присвоить как бы облизать метафорически естественно присвоить себе своего ребенка назад это как сильно мы болезненно и глубоко реагируем на это особенно чем младше чем чем сильнее это не то что нужно в себе как-то поделись с ребенком это не то что нужно в себе как-то менять просто нужно помнить о том что в нас срабатывает очень здоровая программа ребенок мой он должен знать что он мой потому что я его как бы ключевая привязанность и через это формируется очень многое в психике ребенка сейчас на караффор это будем дальше говорить в другом аспекте более менее веселенько так смотрите про ревность ребенка ко взрослому большое первое ключевое про что мы говорим здесь это про синдром так называемый крадущей матери о чем это речь вот все все тех же бабушках но не обязательно речь идет о человеке который претендует по сути на роль матери по отношению к вашему ребенку сейчас я подвисла ну и как правило этим страдаю это очень часто встречается у мамы мамы или у мамы папы ну то есть у свекрови или у вашей мамы и мне кажется что этому есть некоторое объяснение которое заключается в том что в их время которое заключается в том что они сами не реализовали свое материнство в той мере в котором им этого видимо так же инстинктивно хотелось про ревность взрослого к ребенку и напомню что речь в этом виде ревности идет о том у меня уже не о том что я не знаю следи своего ребенка а он ее отдает кому то я вижу что он больше приводит к бабушке или к няне или к моему мужу а я как бы тут не при делах вот со стороны а другая история это история про то когда я вижу что моему ребенку достается такое тепло такая нежность такая любовь такая забота которая почему только нет ко мне и я хотела бы чтобы такое же было по отношению ко мне со стороны того кто любит моего ребенка и здесь конечно будет век это мой родитель ревность моих родителей к ребенку и второй вариант это ревность моего мужа к ребенку а там тоже это вариацией и что делать вообще куда это открыть я шпаргалку сейчас посмотрю да когда эта ревность может возникать что происходит как обрисую чтобы было больше более понятно это когда я вижу как моя мама или мой папа настолько терпеливы по отношению к моему ребенку там где меня в детстве после этого выпределили еще раз ставили в угол и ремнем по копе настолько внимательны с таким огромным интересом рассматривают его рисунки в таком восторге от ее танцев насколько коточки пересылают своим друзьям показывают хвастаются настолько много я вижу восхищения восторга которого даже близко не было по отношению ко мне когда я вижу сколько нерв ласковости тактильности сюсюканье в хорошем даже смысле слова достается моему ребенку и понимаю что у меня этого в детстве не было и в ответ на это да в ответ на вопрос об этом если я пробую про это заговорить с родителем я получаю какое-нибудь замечательное послание из серии это не ручная была вот тебя так вообще невозможно было потискать ты просто на руки не шла или ну у тебя такое поведение было невозможно это было настолько трудно ребенок что тебя просто было невозможно так любить и любые другие формы перекладывание ответственности за непроявленную любовь на вас вместо того чтобы взять ее на себя естественно и тогда может возникать внутренний вопрос а что со мной не так что вот этому ребенку это все достается теперь мне не доставалось чем я хуже да или чем чем я плоха что чем я была недостаточно для них что мне не было возможности только дать сколько они дают теперь что значит это неправильно это это динам и это движение еще но но это будет я Продолжение следует...